МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врачи пройдут специальные курсы, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Вместо строгого костюма национальные в регионе отметили День коренных народов мира. Расскажем о том, как в Наринмаре прошла необычная акция. Русские красавицы и даже лешие съемочная группа телеканала «Север» попыталась воссоздать обычаи и традиции славянских праздников. Что получилось, смотрите в ближайшие 20 минут. Пришло время подвести итоги последнего рабочего дня в студии. Олег Хатанзийский, здравствуйте. Новости начинаются. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, что в микрорайоне авиаторов, будут возводить поэтапно. Такое решение принял временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский. По его словам, это позволит снизить стоимость строительства и содержания объекта с учетом объективных потребностей жителей Наринмара. После личного знакомства с проектом глава региона заявил, в будущем ФОКе предусмотрено большое количество нерационально используемых помещений. Стоимость возведения в целом достаточно высока. Это 1 миллиард 200 миллионов рублей. В профильном департаменте сообщили, в настоящий момент ведется перепроектирование объекта с разбивкой на этапы. В первую очередь будет построено отделение с бассейном, который необходим городу. Напомню, возведение ФОКа на улице Светлая микрорайоне авиаторов началось в прошлом году. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы. Произведена геодезическая разбивка участка, вертикальная планировка, ограждена площадка и обустроен строительный городок. Согласно первоначальной проектной документации, физкультурно-оздоровительный комплекс должен располагаться в трехэтажном здании с тремя функциональными зонами. Спортивный зал для мини-футбола на 400 зрителей, бассейн с трибунами на 200 мест, а также большая фитнес-зона с сауной и кафе. Отмечу, данный проект для Ненинского округа принципиально значимый. Микрорайон застраивают по принципу комплексного освоения территории. Уже в следующем году эксплуатацию сдадут здание 3-й городской школы на 700 мест, а также новый дистанционный жилой дом. Три секции уже введено, и остальные секции, семь секций планируется до конца года ввести. Но мы понимаем, что все зависит от материалов, от сил и средств, которые есть у компании. Поэтому пока эти сроки такие определены. Площадь дома 15 тысяч квадратных метров. Это почти 300 новых квартир. Отметить долгожданное новоселье жителей ветхих бараков и те, кто стоит на очереди, смогут уже в начале 2019 года. В будущем сюда переедут еще около 400 семей. До 2020-го администрация региона здесь планирует возвести 5 новых домов. В регионе сданы первые три объекта, которые в этом году реализовали в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Все они расположены в поселке Искатели. Работы по благоустройству завершены и приняты заказчиком. На оставшихся четырех объектах, в частности, это пешеходная зона в районе улицы Геологов и зона отдыха рядом с захребетной курьей, работы выполнены на 80%. Что касается детских площадок, то одна из них уже введена в эксплуатацию. Речь идет об игровом комплексе на улице Расихина. Строители, по сути, его реконструировали. Установили ограждение, уложили тротуарную плитку. А главное, здесь появилось мягкое покрытие, которое защитит детей от возможных травм. Я скажу так, что я достаточно денег тратил именно на благоустройство муниципальных, которые у нас были. Мы сейчас не только эти деньги тратим, муниципальные, которые деньги дают за полярный район на благоустройство. И включая эти, конечно, это послабление, потому что практически около 30 миллионов каждый год оно уходит на то, что надо облагораживать. Мы то есть этим занимались. А сейчас, благодаря этому проекту, например, мы доделаем то, что, например, не хватало средств. Как бы совмещаем все эти средства и федерального бюджета, и окружного, заполярного, и наш, так сказать, в одном среде. Конечно, это позволит благоустроить дворы. В целом, в 2018-м в федеральном проекте участвуют 4 муниципальных образования, в населенных пунктах которых проживает свыше 1000 человек. Это Наринмар, Искатели, Канинские и Приморско-Куйские сельсоветы. Реализовывается сразу 14 проектов благоустройства. Из них 4 дворовых и 10 общественных территорий. Данная программа реализуется целиком по России. Это решение государственного уровня, как бы сделать наши дворы и общественные зоны благоустроенными. Все эта программа выстроена таким образом, чтобы максимально учесть интересы у людей, мнения людей. Мы все помним, что недавно у нас проходило голосование за выбором проектов, которые должны быть реализованы по общественным территориям. И, естественно, на это выделяются все государственные деньги. И очень важно, чтобы они были потрачены эффективно. И, соответственно, работы были проведены качественно. Что касается столицы региона, то один из самых масштабных проектов благоустройства дворовой территории на улице 60 лет октября. Завершить все работы строители намерены уже на днях. Напомню, уникальность программы формирования комфортной городской среды заключается в том, что граждане лично участвуют в разработке будущего проекта, делятся мыслями и предлагают свои идеи. Именно инициатива жителей и учет их пожеланий стоял в основе проектирования. Также проводились общественные слушания, проводились собрания с жильцами. Жильцы, собственно, приглашался сюда и проектировщик, который разрабатывал данный проект. И жильцы сами говорили, что им здесь требуется. Всего же в этом году из федерального центра на реализацию в регионе программы «Комфортная среда» направлено порядка 6 миллионов рублей. Еще 60 предусмотрено в бюджете Ненинского округа. 3% добавили муниципалитеты. Усинская ДРСУ завершает строительство четвертого участка автомобильной дороги, которая в будущем соединит Ненинский округ с Республикой Коми. Как сообщили в Централизованном стройзаказчике, сдать объект, согласно госконтракту, планировалось еще в октябре прошлого года. Однако в ходе строительства выявились дополнительные работы, без которых вод транспортной артерии в эксплуатацию был невозможен. Так, например, объем отсыпки земляного полотна увеличился на 40 тысяч кубометров. В эти дни дорожники выполняют работы по устройству проезжей части на мосту через реку Харьяха. Его протяженность составляет 99 метров. В ближайшее время начнется покраска бетонных поверхностей, опор и пролетных строений. Напомню, в июле ход строительных работ оценил глава региона Александр Цибульский. Тогда в своем аккаунте в социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что выезжает на удаленные объекты, чтобы лично оценить, насколько эффективна существующая система контроля. Мосты – одни из самых сложных и капиталоемких объектов строительства дороги на Ринмар-Усинск. Мы ведем активную работу по привлечению федеральных средств, находим отклик в Минтранс. При этом главная задача подрядчика – соблюдать сроки строительства, чтобы и в дальнейшем можно было рассчитывать на софинансирование. Цена государственного контракта, заключенного с Наринмар-Уремстроем на строительство четвертого участка, составляет порядка двух миллиардов рублей, из которых большая часть средств – один миллиард – выделена из федерального бюджета. Напомню, в качестве субподрядчика работы выполняет Усинская ДРСУ. Окружные медики первичного звена пройдут обучение по ранней диагностике онкологических заболеваний. Специальные курсы организует профильный департамент по рекомендации Министерства здравоохранения России. По программе планируется обучить 22 врача центральной больницы и 7 специалистов районной поликлиники. Получить новые знания медики смогут прямо на рабочих местах на федеральном портале непрерывного медицинского образования. Электронный курс в дистанционном формате рассчитан на 36 часов и направлен на формирование у медиков необходимых знаний по раннему выявлению рака. Как ни крути, но первые врачи, к которым обращаются наше население – это врачи так называемого первичного звена. Врачи-участковые терапевты, врачи-педиатры и фельдшера в сельских участковых больницах. Поэтому в округе мы делаем акцент на усиление образованности именно первичного звена. Все специалисты по итогам обучения получат соответствующий сертификат. Важно отметить, что борьба с онкологическими заболеваниями и снижение смертности по этой причине – часть национального проекта здравоохранения. Ненецкий округ отметил День коренных народов мира, а праздник относительно молодой. Его очередили в 1994-м. Так, в Наринмаре впервые состоялась специальная акция под названием «Свой среди своих». Ее организатор – этнокультурный центр. Участники проекта нарядились в национальные костюмы, чтобы подчеркнуть уникальность различных культур и традиций. Что из этого получилось, расскажет Людмила Сидейская. Екатерина Тарасова считает, что каждый человек должен знать свои корни и ни в коем случае не стесняться их. По мнению девушки, национальный костюм наглядно демонстрирует особенности той или иной культуры. Сегодня Екатерина в очередной раз показывает горожанам традиционный наряд белорусов. Его главная деталь – клетчатая юбка. Ее я нашла благодаря этнокультурному центру в костюмерках. Рубаха у меня своя. То есть рубаха-платье. Я ее купила когда-то в свое время для того, чтобы участвовать именно в мероприятиях, проводить какие-то мастер-классы по своей работе. И вообще, когда я езжу на фестивали, какие-то по лоскутному шитью, по традиционной культуре, я с удовольствием одеваю а-ля традиционный костюм. И это всегда смотрится выигрышно. Специалист многофункционального центра Екатерина Дуркина сегодня впервые примерила русский народный костюм. Это сарафан, украшенный пуговицами и девичий головной убор. По словам девушки, наряд ей настолько понравился, что она готова ходить в нем хоть каждый день. Я выбрала этот костюм, потому что он для юных девушек. Он, в принципе, мне подходит. И он очень красивый. В акции принимают участие сотрудники различных организаций. Так, например, менеджер одного из туристических агентств, Александра Короткова, отдала предпочтение украинскому костюму. Девушка признается, проведение такой акции – это непростая формальность. Будет происходить какое-то объединение народностей, скажем так. То есть на это направлена акция. Свой среди своих и в НАО. Поэтому, наверное, какой-то отрыв от повседневности. То есть будем выделяться. У нас небольшое количество людей в этой первой акции. Мы хотим попробовать понять, почувствовать те ощущения, которые чувствовали наши предки, прабабушки, прадедушки и те, кто до них был, когда они проживали в таких костюмах, в которых мы сегодня. А вот у Юрия Хатанзейского национальный ненецкий костюм. Их носят жители Малоземельской тундры. Особое внимание обращают на себя заячьи ушки на груди и рукавах, а также орнамент в виде рогов оленя. По словам мужчины, это не просто символы, а различные обереги. Еще одна важная деталь – рабочий пояс тасма. Он передается по наследству и считается талисманом. На нем висит старинный нож. Сегодня на самом деле большой праздник – это День коренных народов, международный День коренных народов мира. И мы с удовольствием в этом принимаем участие. Для нас носить национальную одежду – это не новое. Мы постоянно в ней, практически находимся каждый день и в мероприятиях, и в повседневной жизни. Мария Филипова родом с Нижегородской губернии и сегодня пришла на работу в стилизованном русском костюме. Женщина шила его сама. Его элементы – душегрея, нарядный сарафан, платок и головной убор, украшенный различными узорами. Родители сказали очень красиво, все улыбались, настроение было приподнятое. Дети смотрели с удивлением, им тоже интересно. Кто-то так смотрел, вроде как и не узнает тетю сегодня. Но потом вроде как тоже улыбались, тоже им интересно. Подходили, вот пуговки разбирали, тут смотрели. Им тоже интересно. Акции «Свой среди своих» говорит о том, что каждый человек в национальном костюме ничем не отличается от людей в повседневной одежде. Всего в новом для региона мероприятии приняли участие порядка 30 жителей окружной столицы. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». К Дню коренных народов мира присоединилась и наша телерадиокомпания. Моя коллега Любовь Пермякова вместе с единомышленниками отправилась в лес, чтобы воссоздать обычаи и традиции славянских праздников, которые всегда отмечались с размахом и по-особенному. О том, как радовались летним дням, водили хороводы и украшали себя русские красавицы, смотрите прямо сейчас. Венок – один из самых красивых природных украшений славянских девушек. Каждый его элемент мог рассказать о многом – характере, возрасте и даже чувствах красавицы. Круг и кольцо – два важных образа в Древней Руси. Они символизируют единство и совершенство, а еще олицетворяют солнце, вечное возвращение растительной жизни, плодоношение земли и женское начало. Вера славян – волшебную силу венка нашла свое выражение в многообразии его видов. Это величальные, свадебные, ритуальные и календарные. До сих пор есть поверье о том, что в венках, сплетенных девушками собственноручно, заключается великая и мистическая сила оберега. Их плетение было непростой забавой, а каждый цветочек нес себе особый символизм. Например, бессмертник символизировал здоровье, тысячелестник – непокоренность, калина и ромашка – девичью красу, василек – преданность и верность. Кроме ярких цветов, в венок вплетали вишню, яблоню, чабрец, полынь, мяту, душицу, донник, первоцвет, вереск и лилию. Этнограф и насчитывает более десяти видов плетения головного убора. Вот этот венок плетется, как гнездо птицы. То есть вот именно укладываются травы и цветы друг на друга, и затем они начинают втыкаться, как веточки втыкают. Вот птичка клювиком. Предназначался он для охранения от болезней. Его вешали в красном углу. И, например, если в доме кто-то заболевал, то старшая хозяйка в доме, она брала, например, пучок этих сухих трав и могла запарить. И шел удивительный аромат, и тогда становилось легче. Также пили чай с этими травами. То есть вот они несли такую силу духа полей. Также для каждого возраста венок имел свой набор цветов и растений. Например, когда славяночке исполнялось три года, мама сплетала ей первый веночек. Он состоял из бархатца, незаботки и ромашки. Каждый из цветков лечил ребенка. Бархатцы – от головной боли. Барвинок и незаботки зрение развивали. Ромашка сердце успокаивала. В четыре года плесся другой веночек. В него добавляли бессмертник, листья яблони или багульника. Для семилетней девочки плели венок из семи цветочков. И, наконец, приходило время венка любви. Его выплетали девушки в возрасте от 13 лет и до замужества. Основу такого венка составляли ромашки – символ юности, доброты и нежности. Конечно же, для девушек этот венок был самым главным. Когда наступало время жениться, во время свадебной церемонии, жених с невестой, а также все приглашенные, надевали на голову венки из какого-либо ароматного цветка. Кстати, молодая вручала венок, сплетенный своими руками избраннику, как знак любви и верности. Именно от слова «венок» или «венец» произошло название церемонии венчания. И только потом витой головной убор был вытеснен привычными обручальными кольцами. Раньше невеста после венчания кидала в толпу не букет, а свой венок. Считалось, кто быстрее поймает, тот скорее выйдет замуж. И еще один ритуальный девичий венок плелся не только из цветов, но и из свежей зелени. Это главный атрибут участников троицких обрядов и гуляний. На этот праздник существовал обычай завивания венков на березе. Закручивали ветки кольцами и связывали их. Кроме того, дерево украшали лентами, бусами и цветами. Водили вокруг наряженные березы хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу. Ну и, конечно, самая волшебная ночь в году, где венок играл особую роль, наступала в ночь с 6 на 7 июля по новому стилю. Это праздник Ивана Купала. Согласно древним поверьям, дошедшим до нас еще с языческой Руси, в Купальскую ночь земля отдает людям часть своей великой силы. Растения наполняются полезными свойствами, а вода и огонь способны очистить и избавить от любого недуга. Для девушек же это время гаданий. Кстати, проверено временем, что гадания в Купальскую ночь самые правдивые. Одним из самых распространенных гаданий в Иванов день было гадание на венке. Девушки плели венки, после чего опускали их в реку. Если венок не утонул, то в этом году девушка обязательно выйдет замуж. Если же венок все-таки утонул или уплыл далеко, то значит не быть ей невестой. А еще можно узнать, по такому гаданию сбудется желание или нет. Если поплыл венок, желание сбудется. Прибился к берегу или утонул? Увы. Праздник Ивана Купала был шансом для незамужних девушек и парней найти вторую половинку. Поэтому и водили веселые хороводы устраивали шумные игры. Например, бегали от водяного. Конечно, это был ряженый, согласно легенде. Главный водный житель в этот день был именинником, а значит обладал магической силой. А-а-а-а-а! Считалось, что это пустой поцелуй и ничего не обещает. Как говорили наши предки, кто умеет веночек свить, тот и жизнь умеет любить. Традиции и обычаи славян остались далеко в прошлом. Сегодня венок не так часто используется в обрядах, и о его значении мало кто знает. Но возрождению красивого головного убора все-таки быть, считают специалисты. Ведь с каждым годом популярнее становятся свадьбы в народном стиле, где наряд невесты состоит из простого белого платья, а распущенные волосы украшает цветочный венок. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хороших выходных.